Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Вот смотри, последняя интересная тема. Когда человек тяжело больной, вокруг него бегают родственники, и все кричат, спасите, спасите, помогите. И человек, вот уже сознание перетекает, он реально уходит в другую жизнь. И тот раз, и сознание затормозили, он остался. Дальше что? А дальше игра в инвалидность, игра либо в... То есть начинает, понимаешь, второй вариант подключается. Но еще вариант то, что игра родственников. Игра родственников. Начинается именно игра родственников. По сценарию этот человек должен был уйти. Это решение человека сознания уйти. Это решение человека, да. А здесь получается, как родственники захватывают это сознание и уже, знаешь, как такое чувство, как разрывают на частички, потому что моё мясо, моё мясо. То есть это уже игра родственников. Игра родственников. Но родственники получают инвалида, за которым надо ухаживать, с которого надо когда-то подмывать, переодевать, с головой работать, с телом работать и так далее. Они получают проблему. Зачем? Чтобы научиться быть добрее, чтобы научиться любить, чтобы научиться заботиться, чтобы научиться. Ведь зачем-то же они останавливали его сознание. Ведь они же кричали, стой, 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 спасите, помогите. Мне он нужен, любым нужен. Я согласна на всё. А потом вот это согласно на всё. А на что ты по факту согласна? Ты согласна возить в инвалидной коляске? И оказывается, что человек к этому не готов. Потому что человек ждёт, что вот больной человек, вот он только что был болен. И тут он поправится и будет таким же, как был. То есть вообще есть такая способность мозга человека. Она, кстати, в жизни очень сильно проявлена. Человек помнит последний момент, когда он видел другого человека, каким он был. Он видел этого до больницы, например. Он был такой в уме, в разуме и так далее. Либо же, если мы берём своих одноклассников или одногруппников. Вот мы простились после школы в 17 лет и не виделись в 30 лет. И люди ведут себя так, как они вели себя тогда, в 17. Потому что они помнят друг друга такими и провоцируют на это поведение. Но это когда психика здоровая. То есть мы помним человека по последней встрече, каким он был. И мы заведомо убеждены, что он за это время не развился и не изменился. Что по факту так и есть на самом деле в своём большинстве случаев. Но есть люди, которые меняются. И там может стоять совсем другая личность. И вот смотри, точно так же и в этой истории человек помнит, каким он провожал своего родственника в больницу. А каким он встретит его из больницы. Он этого не ожидает. Он этого не ожидает. И он ждёт, что он сейчас выйдет здоровым, полноценным и так далее. А получает инвалидов в коляске. И дальше что? А дальше лучше было думать. Потому что идёт накопление злости. И вот, кстати, по накоплению злости тут очень большой вопрос. Потому что если особенно человек переживал состояние, связанное с отключением сознания на длительное время, с гибелью каких-то клеток мозга, с клинической смертью, ещё с чем-то, а мог вернуться совсем не этот человек. Другое сознание. Там мало то, что могло подключиться другое сознание, могло вообще замениться другое сознание. И вроде как этому другому сознанию доступны архивы памяти, всё. И даже будут какие-то проблески, воспоминания. Он тоже себя будет называть я. А это другое сознание. Это сознание может быть куда более агрессивное. Оно тоже может быть человеческое. Всё, скорее всего, человеческое. Но оно может быть очень даже агрессивным. То есть тут такая лотерея, когда пытаются спасти умирающего человека. Ну, потому что даже когда на самом деле пытаются спасти умирающего, это как насилие на самом деле над этим сознанием, над этим человеком. Но ведь, вот смотри, пытаются, парадокс, да, казалось бы, как спасти же, это так хорошо, да. А на самом деле это лишение воли именно того человека, то есть его желания лишают его, его решения лишают. И за него принимается решение. Но насколько это желание было осознанно. Ну так тут же и так, и так, и так, и так, там и там не осознанно. Да, тут же в том-то и дело. Тут, понимаешь, вот все темы, связанные с перетеканием сознания, они крайне сложные темы. Мало того, что мы понимаем, что сознание идет на разных частотах. Бывает разная частота сознания, то есть есть сознание мутное, которое вообще обременено другими сознаниями, более низкого порядка. И тут вообще говорить про осознанность не приходится. Но при этом точно так же в этой игре точно так же участвует разное сознание. И вот эти возвращения в жизнь, всегда ли они нужны? Иногда они нужны. Иногда они нужны. Действительно, человек, вернувшийся, благодарен. И он идет, меняется. И он начинает очень быстро развиваться. А иногда совсем нет. Иногда человек вязнет еще больше. И идет понижение. А иногда и замена сознания в этом теле. И тогда родственники получают свою игру. Игру, где они прорабатывают, ну, как минимум, благодарность этому человеку. Как минимум. Но как максимум злости, но обиду. Там пошло-пошло по списочку. Жадность. Все подряд. Угу. Но это уже становится коллективная игра. Если возвращается, особенно если вернулось чужое сознание, то это уже будет совсем коллективная игра. Это игра для родственников. Конкретно для родственников. В обучении родственника любить. Угу. И тогда, ты знаешь, мне понятна защита подсознания. Или подсознательная защита родственников, которые очень часто нам пишут. Ой, спасите, спасите, спасите. И ты так ссылку кидаешь и говоришь. Сабришин, читайте условия, кто будет работать. Консультация и так далее. И так, пф, и тишина. А, жалко денег. А второе, так, ну, и включается мозг. А надо ли мне это? И человек уже идет не на поводу эмоций вот здесь, в этот момент, здесь и сейчас. А уже так в разуме. А надо ли мне это? И оказывается, большинству родственников это не надо. Но они никогда об этом не скажут вслух. Ни один человек не признается, что его близкий ему не нужен. Потому что он хочет быть хорошим для окружающих и сделать вид. Я же спасал его до конца. Это ключевое на самом деле. А ведь это всего лишь игра на публику. Это не про искренность. И человек об этом никогда вслух не скажет. Вообще никогда. И будет говорить, я спасал, я старался. А иногда бывает, что ты спасал, ты старался, ты даже скорую помощь не вызвал. Помнишь, как у нас были такие случаи? Видишь, спасал, спасал. А надо ли спасать? На самом деле спасателей о чем это? Это лишение опять-таки свободы. Видишь, как и с материальной стороны на это смотришь. Это жестко слышать вот это. Надо ли спасать? А с другой стороны, вот понимаешь, если ты любишь человека искренне всей душой, ты будешь спасать его. А со стороны любви, ну вот смотри. Видишь, какая двоякость есть? Двоякость. Но ты будешь спасать человека. Во всяком случае, ты его отпустишь. Любовь – это свобода. Это свобода. И если ты спасаешь, осознавая, или, как сказать, принимая решений, как это? Осознавая свободу выбора этого человека, то есть его это решение, но при этом у тебя, ты хочешь его спасти, но при этом ты понимаешь, что все равно ему решать, да? Как бы вот эту свободу, вот я не знаю, как ее на слова положить. Та свобода, которая действительно, она в таком чистом виде, когда твое решение есть и решение этого человека. То есть твое желание, тебе же хочется спасти близкого, да? Прям на самом же деле, я же помню, как мама умирала, как мне хотелось, чтобы она вернулась. И при этом позволение вот это, ее выбору, ну, то есть она выбирает, быть или не быть. Но не насильственное удержание. Знаешь, таким криком «не отпущу» или как-то ему говорят «вернись, ты мне нужен». Это про эгоизм, да, «вернись, ты мне нужен». Опять-таки, про эгоизм все ритуальные вот эти вещи, привязывание человека обрядами к роду, к месту захоронения, те градки вокруг могилы и так далее. То, что принято, это вот попытка удержать, заковать, привязать. Это ведь не о любви. Любовь – свобода. Да. И со свободой очень хорошо соединяется кремация. Да. И отпускание человека, ты свободен. Ты был в этом роду. Если тебе здесь понравилось, ты выберешь и по приглашению придешь. Я тебя могу пригласить, вернись ко мне. Но я не буду тебя удерживать насильно. Я не буду тебя заставлять. Даже вот это отпевание, я сейчас тоже скажу, оно чувствуется именно как насилие. Ну, конечно, это ритуальная магия. Насильное удержание. Знаешь, как «я буду решать, где тебе быть». Это точно так же, как крещение за ребенка. «Я буду решать». В какой религии тебе быть. Да. И вообще быть в религии или не быть. Да. Или обрезание какого. Да. Это все насилие, видишь? Насилие. Все воспринимается. То есть нет свободы здесь. И смотри, насилие воспринимается по отношению к самым дорогим людям. Да. Насилие заменяет любовь. Да. Какая подмена? Ты кому-то скажи, в вашем обществе насилие заменяет любовь. Нет, у нас максимум забота заменяет любовь, внимание и так далее. А мы говорим сейчас о конкретном насилии, причем духовном насилии, одном из самых жестких видов насилия. Опять таки, я вспоминаю этого российского миллионера, который хлеб печет, который говорил бить женщин, бить баб, как он говорит. Понимаешь, он говорит об этом серьезно. И точно так же бить детей, наказывать там и так далее. А ведь это про насилие, это не про любовь. Не про любовь. А видишь, а заменяется это как любовь, предоставляется как любовь. И смотри, человек, который вырос в насилии вместо любви, он же будет в дальнейшем точно так же транслировать насилие. И мы видим насилие в семье, потом насилие в государстве, насилие на планете. Мы видим это насилие. И поэтому играют наши дети в танчики, в крафты и так далее. А где любовь? Где хоть одна игрушка про любовь? И поэтому, когда мы даем ребенку свободу, выводя из аутизма, или матери свободу, выйдя из аутизма, что делают большинство матерей? Разворачиваются и бегут обратно. Потому что они не могут без вот этого насилия, они не могут без этих ограничений. Они не хотят создавать, они не знают, что такое без этого. В том числе, что не знают, что такое свобода, и не знают, что такое свобода выбора. Это значит, что ты сам определяешь. А видишь... Вот точно так же, человека увольняют с работы. Насильно выгнали его с работы. Ты порадуйся, тебе дали свободу, и ты можешь сам стартовать в свое дело. Сам, все сделать сам. Человек что делает? Бежит судиться, обвинять, потом пытаться искать новую работу, идти на худшие условия и так далее. И потом еще, а, это те гадости, которые меня уволили, и уже варится. И это все на понижение. Потому что он это воспринимает не как свободу, а как насилие. Он уже не смотрит вперед, он смотрит назад. Он смотрит назад. Он уже развернулся к будущему задом. И пятится туда как рак. Поэтому и родители тоже, которые навязывают свои правила, да. Ну как же, я же родитель, я же знаю, я же живу в этой жизни. А какая у тебя жизнь, спроси. Ну, жизнь тяжелая штука. Так что ты своему ребенку даешь? Тяжелую штуку? Да. Это про любовь? Да. А в ребенке при этом, смотри, родители его же сжимают в эти рамки. А в ребенке что? В нем же сопротивление. А это сопротивление, оно давится в ребенке. Оно давится, давится, давится. И, естественно, оно когда-то взорвется либо болезнью, либо противостоянием, либо вот этим протестом, войной. То есть, ну, агрессией, злостью. Понимаешь? И человек просто потом не понимает, почему ему хочется вот где-то выплеснуть свое зло. Да, выплеснуть. И мать потом говорит, я же всю себя отдала, ему столько любви дала, а он на меня кричит или руку поднимает. Какую ты любовь дала? Какую любовь дала? Ты дала любовь или насилие? Ты зажала? Или как образование детям. Ты будешь ходить учиться? Слушай, ты заинтересуй. Заинтересуй. Чтобы он летел туда на крыльях и просил, мама, пусти меня еще в эту школу на это занятие. Чтобы его интересно было. Мало того, чтобы ему интересно, и он выбирал еще, что ему интересно. То есть, не набирался оттуда всего, да? А именно выбирал то, что ему интересно. Чему заниматься. Вот. На самом деле, вот этому учить надо и учить. Мы все привыкли бездумно принимать все, что вкладывается. А не умеем выбирать. То есть, быть свободным, это значит умение выбирать сам то, что ты чувствуешь, то, что тебе интересно. Потому что человек не чувствует ничего. Да, чувство закрыто. Чувство закрыто. Внутри пустота. Потому что он весь на внешнем контуре. Здесь пусто. Он все для людей. Что соседка скажет. Что там папа скажет. Что там дядька скажет. Ты едь, помоги родственникам. Ты сделай это. Ты обслужи того. А тебя для себя нету. Любви к себе нету. Ты себя давишь. А давишь, это насилуешь себя. Если ты насилуешь себя. То, соответственно, ты на наружном контуре любовь будешь заменять насилием. И поэтому в семьях, где существует насилие, где там муж бьет жену или жена бывает бьет мужа. Это же о чем? Они же женились, говорили, что они так любят. Просто у них любовь такая кулачная. Они не знают, что такое любовь. Они вообще не знают, что такое любовь. И ты знаешь, в этом плане, если посмотреть на тему души через эту призму, то эта тема открывается вообще такими красками, что даже не для публичного рассказа. Это вообще, это просто капец. Но это есть, это такие подмены.